Ты знаешь, иногда приходит какая-то идея в голову. Ниоткуда. Ты не знаешь, написать логично, откуда она пришла, почему. Но именно такие мысли, они очень правильные. Потому что логика, да, логика это хорошая вещь, надо использовать как инструмент. Но свет творца много раз работает над логикой. Я уже научился в жизни, когда приходят такие мысли, надо делать то, что они предлагают. То, что нужно делать сейчас, нужно его делать сейчас. Потому что час, через час это будет поздно. История была, когда я жил в Лондоне, примерно в 2005 году. У меня проходит мысль в голову, что надо проверить наш автоответчик. Это означает, что люди оставляют какие-то вопросы, если, например, они не могли дозвониться к абрацентру. Они оставляют там вопросы или просьбы. Мне проходит в голову, что надо посмотреть и ответить или проверить, что там есть. А я говорю себе, завтра. Мы завтра это сделаем. И на следующий день, я помню, что мы узнали, что ночью умерла одна из наших, у меня дочка нашего студента, которая тоже пришла в кабарацентр Лондона. Она ушла из мира из эпилепсии. Потом я проверял автоответчик, и я помню, что она там оставила вопрос, она хотела что-то знать. Я понял, что, может быть, мне было нужно проверить, потому что я мог с ней разговаривать. Могли я ее спасти? Я не знаю. То есть, смотреть на это сейчас и сказать, ой, я был плохим, ой, это так плохо. Нет. Тоже не поможет. Но я точно знаю, что эта история меня научила, что если тебе место, надо следить, надо что-то сделать. Иногда то, что ты должен делать сейчас, завтра, нет смысла. Поэтому надо взять этот момент, этот секунд, потому что все, всему в свое время. Если не в свое время, сказать какое-то слово, нужно это сейчас. Час позже человек уже принял решение. Сейчас. Такие мысли, они являются как знаки, которые дают тебе направление, где ты нужен, где ты нужен сейчас. И куда нужно направить свою энергию. Потому что они пришли именно сейчас, потому что они нужны сейчас, не завтра, не послезавтра. Если ты думал позвонить кому-то, надо ему позвонить. Написать смс кому-то, надо сейчас сделать. Не попозже, сейчас. Но иногда это неудобно, потому что ты делал что-то другое. Но если это пришло в твою голову, ниоткуда, надо это сделать. Потому что ты был каналом для какой-то свет, который нужен другому человеку. Это не только что ты делаешь, это когда. Да, для меня какая разница написать сейчас смс, или через час, или через два, или через два дня. Но для этого человека это было важно, что именно сейчас он получил этот смс. Поэтому, когда тебе вот есть вот эта мысль внутри, что что-то нужно сделать, сделай это. Да, это будет иногда неудобно, иногда некомфортно, иногда неловко. Но надо это сделать. И когда мы начинаем на самом деле это сделать, вот эти, вот эта интуиция, это возможность быть каналом увеличиваться. И тогда, на самом деле, мы начинаем наслаждаться, вот это понимание, что есть порядок в мире. Чем больше мы являемся каналом, чем больше мы это следим, вот эта энергия жизни, она будет пройти через нас. Когда мы заботимся о людях, у нас это будет взамен тоже. То есть, мы увидим, что вселенная о нас тоже заботится. Что в самый важный момент мы будем получить совет, который нам нужен. То есть, когда нам будет что-то нужно, тоже приходит ответ. Смс, совет, слово, любовь, решение, поддержка. То есть, быть каналом это двух сторон. Когда ты канал, чтобы помочь людям. Ты, на самом деле, создаешь возможность для других людей быть каналом для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...